Девушки отдыхают Друзья, нахожусь я в мечети Ехал я к старой мечети, которая называется Аль-Масчед Аль-Хамис Это очень древняя мечеть здесь Ну и по пути застал меня Аср Призыв на молитву звучал Ну так как я не знаю эту местность Я заехал Ближе Стоящую мечеть Ну так по виду и не скажешь Что это за мечеть Какого направления Вот, ну я Зашел Вроде дверь открыта И получилось что? И получилось что вот Я зашел Оказывается в шиитскую мечеть Я не отношусь к шиитскому толку Так что вот Ну, помолиться-то я помолился Конечно, тут людей нет Насколько я знаю Они совмещают молитвы Ну вот, друзья, приехал я Посмотреть эту мечеть Называется Аль-Хамис Мечеть Аль-Хамис Масчед Аль-Хамис Ну вот Охранник здесь Ходит по кругу Спросил у него Бесплатно? Да, говорит Бесплатно Можете снять видео И Сделать фотографии Ага Это расшифровка То, что написано На камнях Интересно-интересно Ну, конечно Я-то все зачитывать не буду Давайте посмотрим поближе Мечеть Мечеть Аль-Хамис Аль-Хамис Предположительно Первая мечеть Возведенная в Бахрине Расположена в Манаме В столице государства 4 километра от города Находится местность Тасхан И считается, что мечеть Аль-Хамис Построена в 692 году Во время правления Абдул-Малика Или Абдул-Малик Ибн-Марван Из династии Амиядов Правда, другие исследования Утверждают Что она была построена При правлении Умара II Или Умара Ибн-Абдул-Азиза 5-го праведного халифа Который правил В период с 717 года По 720 год А еще более поздние Исследования показали Что она была построена В 11 столетии Когда страной правила Уже династия У юнидов Об этом свидетельствует Надпись Которая была найдена У фундамента мечети В результате Реставрационных работ Однако есть вероятность Что в 11 веке Ее просто перестраивали Как перестраивали И позднее В 14 и 15 веках В пользу первой версии Говорит то Что именно в 7 веке Пророк Мухаммад Отправил своего представителя Аль-Ала Аль-Ала Аль-Хадрами В Бахрейн Проповедовать ислам Пользу последней В том числе И тот факт Что известняковая плита Служащая Мехрабом Датируется Именно 11-12 столетиями Изначально Мечеть имела Один минорет Вторым Абсолютно Близнецом Первого Она обзавелась Тоже в середине 14-го столетия Недавно Мечеть была Отреставрирована Правда Не полностью Побывать Мечеть Аль-Хамис Можно в любой день Кроме понедельника Она открыта С 9 до 5 Вход свободный Добираться до мечети Лучше всего На такси Но можно И общественным транспортом Сюда ходит Автобус номер 19 И А1 Аллаху акбар Аллаху акбар Заехал я перекусить Друзья Туристский ресторан Ну как ресторан Типа кафешки Вот на вынос Здесь люди приезжают Вон на машинах Стоят Часто я здесь Покупаю себе Сколько тут еды Видов И гриль есть И рис И курица Рыба Шашлык Машлык В общем Что хочешь Ресторан Турецкий Ну типа Турецкое Турецкие блюда Работают Так конечно Не турки Индусы Что-то я не видел Чтобы турки Работали в турецких Ресторанах Только если В каких-то Моллах Да Там турки Заправляют У них Все прям Вот такое Турецкое Здесь такое Смешанное Нельзя назвать Это турецким Рестораном Но сейчас Посмотрим Я заказал Шаурму Большие Такие У них Здесь порции И Хумус Это Без этого Никак Я до этого Не знал Вообще Что такое Хумус Но сейчас Я уже Пристрастился К этому Можете Почитать Состав Хумуса Очень Такой Богат Белком Так что Пища Вроде Как бы Такая Шаурма Без Кетчупа Без Майонеза Тахина Называется Ну Все Такое Натуральное В общем Поэтому Я вот Мне нравится Ну вот Она идет Уже Эта девушка Вот Друзья Вот Везде Тут Кафешки Такие Индусы Везде Тут Рулят Короче Бангладешцы Тут Еще Вот У них Есть Вот Карак Типа Кафетерия Этот Карак Это Местный Чай С Молоком Тоже Индусская Тема Нормально Так Карак Вот Можно Сок Собьи Заказать Свежий Выжатый Пожалуйста Любой Каприз За ваши Деньги Вообще Насчет Еды Проблем Нет Недорого Вот Карак Чай Они Кипятят Этот Чай Весь День Представьте Себе Ну Типа Как Чифер И Добавляют Молоко Ну Так Это Вкусно Еще Кардемон Добавляют Кардемон Как Он Называется Ну Вот Друзья Вот Такие Перекусы Частенько Делаю Ну Тут Все Так Делают Стоят На Машинах Приезжают Вкусно Так Я взял Себе Фумус Фумус Наверное Я дома Поем Но Сейчас Я поем Шавуху Вот Такая Большая Шаварма Как У них Выглядит Ок Ну И Вот Также Заказал Лепешка Там Мед У нас Такого Нет Типа Творога Творог С Медом Такие Лепешечки Они Быстро За 5 Минут Делают Вот Так Все Свеженькое Редактор субтитров